ЮИДовскому движению почти 45 лет. За эти годы педагогами, сотрудниками ГИБДД, учениками проведена колоссальная по масштабам работа. Ведь каждый отряд ЮИД – это команда ребят, которые не только на отлично знают правила дорожного движения, но и пропагандируют безопасное поведение детей на дорогах среди своих сверстников. Детям нужно взять правила дорожного движения, чтобы никогда не случалось аварий в пути, чтобы ты прожил жизнь долго и хорошо, чтобы ты был здоров и чтобы с тобой не случилось никаких бед и травм. Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах – это первый отборочный этап. Победители будут представлять наш район сначала на зональном фестивале и, если им улыбнется удача, пройдут в финал и будут защищать свои проекты на областном уровне. Наши дети вообще молодцы, они всегда творческие, они всегда умненькие. И мы надеемся, что в следующем году мы также займем первое место. Юидовцы – это отряд активистов школы. Ребята проводят уроки, открытые занятия для учеников. Рассказывают о том, насколько важно не только знать правила дорожного движения, но и соблюдать их. Ребенок должен соблюдать правила дорожного движения, переходить улицу только по светофорам, когда будет определенный цвет. Это, конечно, очень хорошо, что наши дети изучают правила дорожного движения, пропагандируют безопасность своих сверстников. Это намного доходчивее, когда они смотрят по телевизору и выступления должностных лиц. Конкурсы очень музыкальные, яркие. А дети с удовольствием участвуют. В школах с удовольствием их слушают. И их соученики, и родители. Ну, а в целом, безопасность детей на дорогах – это задача всего общества. У команд всего лишь несколько минут, чтобы представить свою программу. Ребята используют разные технические и визуальные средства, чтобы выразить одну идею для всех – соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Второй этап фестиваля пройдет в начале декабря, и уже тогда жюри подведет итоги и назовет лучшую команду ЮИД Одинцовского района. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.